Здравствуйте, с вами личные финансы, передача о грамотных инвестициях. Мы обсуждаем последние финансовые новости и думаем, как на этом заработать. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Артем. Сегодня, опять-таки, поговорим о новостях. Это выросшая нефть. И, соответственно, я так понимаю, финанс на этом зарабатывает и зарабатывают его клиенты. Да, мы всегда говорили и будем, наверное, повторять так же всегда, пока работаем, о том, что любое движение на рынке – это жизнь, это прибыль, доход наших клиентов и нас, соответственно. 2016 год совсем недавно вступил в свои права. Можно говорить о том, что всего лишь два месяца длится деловой сезон 2016 года. И за это время наша главная стратегия «Синергия» заработала более 35%. Очень хороший показатель, тем более, если учесть, что каких-то глобальных и серьезных движений ни по одному из инструментов, в общем-то, мы не видели. Наверное, за исключением нефти, которая после падения до 27 долларов выросла до 40%, показав более чем 30% рост в этом смысле. Сейчас вот нефть, она в районе 40 долларов. Что будет дальше? Она закрепится, скорее всего, на этой сумме? Дискуссии на тему нефти – это очень популярная тема для разговоров среди специалистов, экспертов и просто интересующихся людей на страницах в интернете и везде. Существует мнение, что нефть у нас надолго закрепится между 20 и 30 долларами. Кто-то считает, что дно уже пройдено, и сейчас мы находимся в начале продолжительного и бурного роста. И нефть у нас вновь будет стоить больше 100 долларов. Поэтому сейчас даже при 40 нужно ее покупать. В этом смысле я всегда разделял точку зрения, что я все-таки умеренный пессимист. И надеяться на бурный взлет нефти я все-таки не готов. И в то же время я не готов говорить о том, что мы вновь будем находиться на низких отметках 25-30 долларов. Потому что действительно для большинства экспортеров нефти эта цена является либо ниже себестоимости, либо на уровне себестоимости, либо чуть выше. Ну, невыгодно в любом случае. Да, совершенно верно. Поэтому поставщики так или иначе уже сели за стол переговоров. ОПЕК и Россия на эту тему между собой очень хорошо начали взаимодействовать. По крайней мере, создали видимость соответствующую. И поэтому все-таки нынешние котировки, они больше похожи на то, что они жизнеспособны и будут держаться. За месяц цена на нефть выросла на треть. С 30 долларов до 40. В середине февраля крупные страны-производители нефти начали договариваться о заморозке объема добычи нефти. После этого сообщения стоимость нефти начала подниматься. 21 марта страны-экспортеры должны встретиться и обсудить заморозку добычи нефти. Возможно, эта встреча кардинально изменит текущую ситуацию на рынке нефти. Если она, конечно, состоится. Но для нас, как для участников финансового рынка, для трейдеров, по большому счету не важно, какой тренд нас ждет в глобальной перспективе. Для нас, еще раз повторю, важно движение. Именно благодаря движению, неважно, вверх или вниз, наши стратегии зарабатывают живые деньги здесь и сейчас. Если говорить с точки зрения экономики России, в целом жизни наших людей, конечно, дешевая нефть – это предпосылки определенных трудностей. Но ведь мы знаем, что это, в свою очередь, драйвер роста. То есть мы говорили, что если благодаря дешевой нефти страна сможет немножко переориентироваться, встать на другие рельсы, более инновационные, слезть с нефтяной иглы, тогда это же тоже плюс. Причем не такой краткосрочный, как у нас было в нулевые годы. Денежный бум, нефть дорогая и так далее. А переход на новые рельсы – это эффект долгосрочный, который, скажем, будет себя оправдывать не только в перспективе 10 лет для ныне живущих людей, но и для будущих наших поколений. Но главное здесь, чтобы при росте, допустим, до 100 долларов не забыли о том, что происходило при 25-30 долларах. Да, безусловно. То есть это если у нас нефть подорожает, вновь можно будет констатировать, что нам везет. Но мы знаем, что везения все-таки бесконечно не бывает. И я был бы очень рад, если так и будет, нефть подорожает, то есть нам станет легче. Но еще больше я буду рад и, скажем так, оценивать буду позитивно всю нашу деятельность. Если после трудностей последних двух-трех лет мы все-таки сделаем выводы и, главное, примем меры для того, чтобы в будущем удешевление нефти, обвал ее цен для нас не был не то что катастрофическим, но даже временные неудобства бы не создавал. А что еще интересного происходит на рынках? За счет чего зарабатывают ваши клиенты? Значит, не могу не сказать о том, что в целом в мире тоже некоторые движения происходят. И после многолетнего бурного роста американского рынка там наступил не то чтобы кризис, но затишье. Некоторые индексы даже сходили вниз, некоторые ценные бумаги подешевели. Возникают какие-то, скажем, сомнения инвесторов в том, что этот рынок будет расти в короткой перспективе. А когда понимают инвесторы, что в короткой перспективе он расти не будет, они начинают искать убежище. Убежищем во все времена были драгоценные металлы, прежде всего золото. И в этом смысле золото тоже у нас показало рост в начале наступившего года, что тоже увеличило доходность стратегии синергия и нефть, золото, валюта, акции. Добавлю сюда, что это движение глобальным и долгосрочным и сильным, самое главное, я не считаю, но какая нам разница? То есть, если движение есть сейчас, то мы на этом движении заработаем. А инвесторы, я думаю, как-то на рынке Америки что-то успокоятся. Скорее всего, это случится уже в районе выборов президента США, то есть осенью. Они вновь будут идти в акции, потому что будут понимать, что они должны расти вверх и дальше. Движение на рынке происходит всегда. Важно, чтобы оно было достаточно уверенное и инвесторы могли поймать его. Недавно так случилось с золотом. Его стоимость подскочила до максимального уровня за год на фоне ослабления доллара относительно евро. А в целом с января 2016 года цены на золото выросли на 20%. Рынок – это такая среда, которая, скажем, не является очень простой. Легких денег на бирже не бывает. Но в то же время, если работать на рынке с умом, то в любой момент времени можно найти ту историю, тот актив или тот инструмент, который действительно дает зарабатывать здесь и сейчас. Поэтому я призываю наших телезрителей особо не будорствовать, а обратиться к тем, кто очень хорошо себя проявил на этом рынке, кто работает, во-первых, в правовом поле, имеет лицензию Центрального банка, имеет историю, имеет большую клиентскую базу и, самое главное, довольную клиентскую базу. В этом смысле сегодня я гораздо более уверен в своих словах, чем даже три года назад, когда мы начинали вести нашу передачу. Потому что вот за эти три года мы неизменно показывали позитивный результат, вне зависимости от того, что происходит в экономике, в политике и во всех сферах нашей жизни. Наши клиенты очень довольны. Ну, собственно, здесь можно просмотреть историю рубрики «Личный портфель», которую ведет Максим Миронов, и убедиться в том, что действительно с 2012 года это постоянный рост нашего портфеля. Конечно. Многие зрители, я знаю, нас смотрят именно прежде всего потому, чтобы отследить историю портфеля, потому что там есть живой какой-то процесс, живые деньги, живые котировки. И это правильно. Живание, вырос, вырос. Конечно, конечно. То есть человек, который заботится о развитии своего кругозора, даже если он не инвестирует, портфель позволяет сопоставлять факты. То есть следить за новостями, что в экономике, в мире произошло, и что же у нас произошло с портфелем в этот самый момент времени. И легко можно найти взаимосвязь. События всегда отражаются на нашем портфеле в ту или иную сторону. Но, как правило, в положительную. Ну и давайте, собственно, спросим у Максима, как дела с нашими портфелями на 200 тысяч рублей и на 1 миллион рублей. Здравствуйте. Продолжаем вести наши два портфеля. В нашем большом портфеле сейчас остаются позиции по золоту, остаются позиции по индексу РТС и нефти. Все это дорожает, соответственно, приносит нам неплохие доходы. Что касается короткосрочной позиции по доллару, она у нас тоже сохранена. Мы тянем шорт по доллару с 15 февраля и пока на текущий момент остаемся в том же позиции. В нашем маленьком портфеле остается позиция по доллару, которая взята по тем же ценам и такого же числа. С начала года наш большой портфель прибавил 48%, наш маленький портфель около 13%. Итого, наш большой портфель оценивается в 1 миллион 488 тысяч 886 рублей. На этом все. Спасибо, до свидания.